2022 на сцену приглашаются в отчетные гости. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Народный депутат, председатель комитета по делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов Севера Государственного Собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Елена Христофоровна Голомарева. Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Витальевич Кириллин. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Погодаев. Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Андрей Васильевич Кривошапкин. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Константин Васильевич Рубик. Исполняющий обязанности начальника управления общественных связей и молодежной политики окружной администрации города Якутска Андрей Робертович Михайлов. Коммерческий директор акционерного общества РИК+. Павел Николаевич Багананов. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Дорогие друзья, позвольте мне от имени руководства Республики, от имени правительства поздравить вас с сегодняшним днем. Сегодняшний день мы отмечаем в Республике десятый раз. И этот день, он не случайно утвержден Федеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. Знак уважения и почтения коренным народам мира, страны. И мы, правительство Республики, сегодня работает через реализацию государственных программ, в том числе и для тех народов, которые, коренных народов, которые проживают на территории нашей Республики. Я глубоко с уважением отношусь к тем людям, которые чтят, любят, живут по законам своих предков на своих коренных землях, преумножая, продолжая традицию, память, сохраняя язык и быт, и культуру народа. Желаю вам всем здоровья, счастья, мира и добра. Всех с праздником! За вклад в гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие традиционного образа жизни народов Севера Республики Саха-Якутия и активную общественную деятельность юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской АССР награждается Христофорова Любовь Викторовна, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, председатель общественной организации Совет Старейшин Юкагирского народа. За вклад в гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие традиционного образа жизни народов Севера Республики Саха-Якутия и активную общественную деятельность юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской АССР награждается Шадрин Вячеслав Иванович, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, председатель общественной организации Совет Старейшин Юкагирского народа. Слово для приветствия предоставляется народному депутату, председателю комитета по делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов Севера Государственного Собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Елене Христофоровне Галамаревой. Уважаемые жители города Якутска, гости, сородичи и земляки, сегодня Республика Саха-Якутия со всей планетой Земля празднует День коренных народов мира. Более 120 национальностей проживают в нашей республике в добрых отношениях. И мы сегодня гордимся теми законами, которые приняты в отношении коренных малочисленных народов, которых в нас проживает 5 народов. Эвены, Эвенки, Чукчи, Юкагиры, Долгани, русские старожилы. Наша республика сегодня гордится теми законами, которые решают задачу сохранения уклада жизни. И я бы сегодня, никто вот на этой площади не знает, есть такой закон, который объединил все народы. Благодаря под голову Александру Григорьевичу, председателя Ассамблеи народов Республики, был принят закон о кочевой семье. Вот, спасибо вам, Александр Григорьевич. Над этим законом мы работали целых семь лет. Семь лет, представляете? Никто не понимал, что за закон говорили. А сегодня общественность России, общественность международная говорит, это уникальный закон. Уникальность в том, что этот закон сохраняет традиционный образ жизни и семейные ценности. Вот такие у нас депутаты есть и будут, как Александр Григорьевич под голову. Ну и в этот прекрасный, радостный, светлый день я бы хотела сказать, что с этого года, 2022 года, работают федеральные программы. Над этими программами работали тоже парламентарии нашей республики. Это закон об арктической зоне Российской Федерации, в котором появился совершенно новый раздел о государственной поддержке традиционных видов хозяйствования. Благодаря этому разделу сегодня наши оленеводы, родовые общины будут поддержаны федеральными финансовыми средствами. Оно уже чувствуется. И знаете, в целых пяти арктических улузах сегодня строятся центры логистические. И стоимость продуктов питания будет такой же, какой в городе Якутске. Большая работа сегодня проводится нашим правительством. И с этого года наши дети, независимо от национальности, вошли в программу федеральную «Дети Арктики». В этом году 422 детей из всех арктических улузов отдыхают в самых лучших лагерях нашей страны. Это есть большая работа Министерства образования и парламентарии. И я, как народный депутат, представляющий интересы Арктики, республики, горжусь теми законами, которые сегодня работают во благо нашего населения и нашей республики. Спасибо всем вам. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется министру по внешним связям и делам народов республики Саха-Якутия Гаврилу Витальевичу Киривину. Дорогие друзья, рад сегодня приветствовать вас в центральной площади нашей республики города Якутска, где мы традиционно каждый год в день, в Международный день Таринных народов мира, проводим традиционный обрадовый праздник Таринных младчист народов Севера и Республики Саха-Якутия Гаврилу Витальевичу Киривину. Разрешите мне от имени Министерства по внешней связи и делам народов республики Саха-Якутия. От себя лично поздравляю вас с этим землянным событием. Этот праздник является праздником для всех народов, населяющих нашу республику. Мы славим сегодня коренные народы нашей республики, чей созидательный труд вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие не только нашей республики, но и всей нашей великой страны России. История, культура, традиционные виды хозяйствования коренных народов мира, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, являются важными темами глобальной повестки. Они обсуждаются сегодня на всех уровнях. И, конечно же, то, что делается у нас в стране, то, что делается у нас в республике для поддержки коренных народов, является примером для всего мира. И, конечно же, это наш долг и обязанность приложить все усилия, все свои усердия для того, чтобы языки, культура, традиции, традиционные виды хозяйственные наших коренных народов сохранялись и развивались. Потому что коренные народы нашей республики, их история, культура, традиции – это наша республика, это история нашей республики. Торенные народы, их культура, языки, традиции – это наша великая страна, Россия. Дорогие коллеги, еще раз поздравляю вас всех с сегодняшним праздником, желаю вам всем благополучия, успехов, удачи, самое главное – здоровья. За Россию, за президента, за победу. Еще раз праздникам. Спасибо большое. За вклад в социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера республики Саха-Якутия, активную общественную деятельность благодарственным письмом Министерства по внешним связям и делам народов республики Саха-Якутия награждается Туприна Пелагея Ивановна, заместитель директора Юрингхаинской средней школы, руководитель детского ансамбля «Уох-Тала». Благодарственным письмом награждается Туприна Пелагея Ивановна. Благодарственным письмом Министерства по внешним связям и делам народов республики Саха-Якутия награждается Попова Прасковья Карповна, старейшина долганского народа. Слово для приветствия предоставляется заместителю министра по развитию Арктики и делам народов севера республики Саха-Якутия Михаилу Александровичу Погодаеву. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, уважаемые гости, дорогие сородичи, от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов севера республики Саха-Якутия позвольте поздравить всех с Международным днем коренных народов мира. Ежегодно 9 августа эта праздничная дата объединяет представителей коренных народов со всех уголков нашей планеты. Знаменательно, что этот год является значимым для нас. Мы отмечаем историческую дату, столетие образования Якутской АССР. А также этот год посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. Решая задачу сохранения и популяризации культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов севера, сейчас самое время, чтобы представить красоту Арктики, севера, красоту нашей республики. Традиции – это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Благодаря подобным мероприятиям мы знакомимся с историей и культурой этносов, открываем для себя что-то новое, а значит, лучше понимаем себя и взаимодействуем в современном мире. Хочу поблагодарить жителей нашей республики, которые вносят вклад в сохранение самобытности нашего северного Арктического края, потому что Якутия – это особый край. Она восхищает своим своеобразием традиций, самобытной культурой коренных народов. Северные народы представляют особую группу этносов в мире. Это уникальный народ, который максимально ориентирован на жизнь в гармонии с природой и сохранении своей истории. В суровых условиях именно коренное население сохраняет языки, культуру, традиционный образ жизни и вековые промыслы. Бережно относится к традициям, трепетно передает свои знания детям. Могущество России основано на многообразии и единстве ее многонационального народа. Так давайте же укреплять это единство, основанное на равноправии, взаимном уважении и устойчивом развитии всех народов Российской Федерации. Я думаю, что в единстве наша сила. Дорогие друзья, сегодняшний праздник – символ истинных человеческих ценностей. В этот символичный праздничный день желаю успехов во всех делах, крепкого здоровья и благополучия и процветания всем нашим народам. С праздником! Слово предоставляется вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, народному писателю Якутии Андрею Васильевичу Кривошапкину. Аплодисменты Ассоциации Кривошапкину. Гордусь тем, что принял участие на сессии Всемирного Совета Коренных Народов в городе Женево, в Швейцарии. Это было в сентябре 1991 года, и на сессии Всемирного Совета будем принять решение учредить День Коренных Народов мира и безъегодно отмечать этот праздник 9 августа. Так что этот праздник крепко и прочно прижился в нашей Республике Саха-Якутия, с чем я вас поздравляю от всей души, потому что я знаю, что Республика Саха-Якутия является членом РФ, где очень широко и достойно проводится государственная национальная политика в отношении не только коренных младших народов Севера, но и всех народов нашей Республики, нашей Российской Федерации. Наша Республика – это по-настоящему и как пример Республика, которая достойно проводит государственную национальную политику. Дорогие друзья, дорогие земляки, вас всей души, еще раз вас поздравляю с этим нашим радостным праздником и от души для каждого из вас, крепкого здоровья, успехов людей в работе, а также крепкого здоровья, счастья и мира каждой семье и каждому народу. Спасибо вам, дорогие друзья, спасибо, еще раз. Медалью Ассоциации коренных малочисленных народов Севера за заслуги перед Севером награждается Христофорова Любовь Викторовна. Костякова бензина Костякова, дорогие друзья, в нашей Республиканской Ассоциации, она сама родом Гердзиганского района, очень активный наш товарищ, и поэтому в ассоциации коренных малочисленных народов Северной Республики в Сахаре. Я с большим областям вручаю левого коронавируса электронной медаль заслуги перед Северной Республикой и выполнил эту приятную вместивую. Медалью Ассоциации коренных малочисленных народов Севера за заслуги перед Севером награждается Сметанина Наталья Дмитриевна. Наталья Дмитриевна Сметанина это гордость всех народов Севера. Она очень много проводила и проводит в отношении коренных малочисленных народов нашей республики. Мы их встречаем, она заслуживает не только нашу награду и награду более высокого уровня. Вы, я думаю, придетесь в такое время. Благодарю. Благодарственным письмом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутии награждается Колесова Галина Дмитриевна, члена Венского отнофальдерного ансамбля Долгунча. И благодарственным письмом награждается Татьяна Васильевна Севцева. Татьяна Марькова Слово для приветствия предоставляется Уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Константину Васильевичу Роббик. Уважаемые жители города Якутска, уважаемые жители Якутии, уважаемые сородичи, от всей души поздравляю вас с Международным Днем в коренных народах мира. На самом деле, вот сейчас предыдущие выступающие отметили, что у нас проживают пять коренных народов, малочисленных народов Кавейна, Киевский, Талганы, Чукчей, Кагиры, но при этом приравнены также коренные массы с Севера, осколок русской культуры, русские арктические сторожи, проживающие всего Охотск, Русской Устье. Их также от всей души поздравляю. И кроме того, я хочу сказать, что на международном уровне, когда принималось решение, понятно, что у нас в России, в Республике Саха-Якутия, основной упор делается на поддержку развития и сохранение самобытного уклада жизни коренных малочисленных народов. Но при этом я хочу отметить, что в течение многих веков в Российской Федерации, Республике Саха-Якутия в частности, мы, Бог о Бог, живем в мире и согласии, основанном на принципах взаимного уважения с представителями других коренных народов, русскими, с народом Саха. Поэтому я хочу поздравить не только моих сородичей, но и всех собравшихся, потому что вы все являетесь представителями коренных народов. От всей души поздравляю вас с Международным Днем Коренных Народов Мира, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким. Слово предоставляется исполняющему обязанности начальника управления общественных связей и молодежной политики окружной администрации города Якутска Андрею Робертовичу Михайлову. Мэнду, уважаемые жители города Якутска и гости столицы, мне посчастливилось поздравить от имени главы города Якутска и от руководства окружной администрации. Позвольте зачитать поздравительный адрес имени главы города Якутска. В современном мире всеобщей глобализации, в культурной жизни нашей страны происходят серьезные изменения, обусловленные внешними и внутренними факторами, нивелирование традиционных ценностей, обилие информации, социальных сетей. Взрослые и дети испытывают определенный дефицит знаний о национальных традициях, культуре и быте народа. Ежегодно 9 августа на всем земном шаре отмечается Международный праздник День коренных народов мира. Это знаменательная дата. была установлена в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И именно такие мероприятия направлены на поддержание, развитие и популяризации народного творчества и национального наследия коренных малочисленных народов Севера. В этот знаменательный день желаю вам всем, вашим родным и близким, крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности. С уважением, глава городского округа города КУС, Евгений Николаевич Григорьев. С праздником! Слово предоставляется коммерческому директору акционерного общества РИК-Плюс Павлу Николаевичу Багнанову. Добрый день, уважаемые друзья, жители города Якутска, гости столицы. Разрешите поздравить вас с этим юбилейным праздником, 10-летним праздником национального качеви 2022. Наша компания работает не только в городе Якутске, но и во многих населенных пунктах, улицах нашей республики. Так, группа компания РИК, РИК Автодор, работает по строительству автодорог в юридическом направлении. ДЭП-135 работает в Тамбонском направлении по федеральной автодороге Колыма. Ян Золото, Ян Олова добывает золото и Олова в Устьянском районе, в Лайханском районе. РФА-инвестор ТРК строит социальные объекты в Черопчинском, Нанском, нюрпинских районах. Также строит жилье в городе Якутске. ТРК Туймада приглашает всех в хороший торговый центр, всех жителей города Якутска. Также компания Алмаз реализует стройматериалы, пиломатериалы в городе Якутске. Наш приоритет компании, конечно же, это первое, это трудоустройство местных жителей. Благодаря им мы выполняем все поставленные задачи, которые правительство поставило перед нами. Также компанией был учрежден именная стипендия имени Виктора Петровича Ефимова. Также при поддержке компании проводится республиканский ежегодный турнир по Северному Многоборью. И сегодня мы вместе тоже не с пустыми руками. Хотел бы вручить сертификат на сумму 99 тысяч рублей Ассоциации коренных и молочительных народов Севера. И поздравить всех с этим прекрасным праздником. Это все-таки единственная наша сила. Сегодня мы так хорошо потанцевали на площади. Все хорошие настроения. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю всем счастья, мира и благополучия. С праздником! Благодарим почетных гостей праздника Кочевье-2022. Просим вас занять свои места в нашем зрительном атриуме.